Доброе утро! Левицкий Дмитрий, программа «Рестораторы». Сегодня вторник. Радуй нашей очередной встрече. Всё у нас, как обычно. Как не вторник, так мы здесь с ведущими рестораторами отрасли. И сегодня у нас в студии мой давний приятель, один из лучших специалистов по маркетингу в ресторанной отрасли. Яков Пак. Привет, Яша! Привет, Андрей. Как ты жив? Здоров? Ну, слава богу. Слава богу. И поскольку Яшу выцепить непросто, поскольку сам он живёт в Питере, между прочим. А зиму обычно проводят в тёплых краях, в азиатских, поскольку тёплого пальто у него нет, как он уже сказал. Сейчас, дорогие друзья, пытались понять, как представить нам Яшу. Он дал нам свою визитку, на которой написано «Товарищество, маркетинговое товарище, товарищество Уна до стресс». И должность называется «Товарищ по маркетингу». Точно. Ты его так себе обзываешь, да? Слушай, ну, давай, давай, расскажем нашим радиослушателям, кто ты такой, чтобы было понятно вообще, откуда ты взялся. Ну, а потом действительно постараемся в нашей программе поговорить о том, ну, вот, как же тем людям, у которых есть рестораны, сделать их более успешными, более продвинутыми, более раскрученными, про жёздные ресторанные фишки и всё такое. Более прибыльными. Более прибыльными, да. Ну, как ты дошёл до жизни такой, что стал маркетологом в ресторанной сфере? Ты вообще кто по образованию? Ну, вообще, я по образованию историк. Историк. Да, в моё время не было ещё специализированного маркетингового образования в России. Пришлось пойти по гуманитарному пути, вот, а потом уже, когда я оказался в маркетинговой сфере, на стороне практиков, я получил дополнительное маркетинговое образование, ну, и дальше стал копать, уже пользуясь какими-то и теоретическими, и практическими навыками в этом направлении, в индустрии гостеприимства. Ну, а как ты вообще в индустрию гостеприимства попал? А довольно случайно, у меня было хобби в своё время такое, бильярдное, вот, и после института, отдав небольшую дань... Истории. Истории, да, в виде формы преподавания в школе. Да что ты. Да. Это ты от армии косил, мне кажется. Нет? Это тогда, может, было только в сельской школе, так далеко я не заходил. Вот. Я оказался, благодаря своему хобби, в первой в Петербурге бильярдной, которая предложила своим клиентам американский пул, когда была такая новинка. Вот. Я там поработал маркёром какое-то время, да. Ну, поэстетическим маркетологом. Практически, да. Первый шаг маркетолога — это маркёр. Практически один и тот же корень, да. Да. Вот. А потом стал в этом заведении, точнее, это был такой крупный холдинг игровой, занимался он ещё и там казино, и клубами. Вот. Я стал там специалистом по рекламе и связанным с общественностью, благодаря в основном тому, что я в бытность студенческую ещё и поработал корреспондентом городской газеты в Петербурге. Ну, вот как-то так всё трансформировалось. И затем я начал заниматься клубными проектами, и в это время как раз получил от маркетингового звания, ну, вот так вот пошло и поехало. Затем была первая сетевая история, первая сеть кофеин в современной, так скажем, России, которая была в Петербурге, называлась она «Идеальная чашка», и по сей день существует в таком более скромном уже формате. А дальше была история, связанная с работой в ритейле, в Москве, в связном. Снова возвращение в ресторанный бизнес, в сеть ресторанов «Две палочки», которая сейчас в Петербурге и в Москве тоже есть. А после «Двух палочек» как раз началась консалтинговая история. И вот в этом году она преобразовалась в такую странную, может быть, на первый взгляд, форму. Вот товарищество рестораторов, называется оно «Уна до стресс». И там я являюсь одним из товарищей, который отвечает за маркетинг. И вот мы дружим на коммерческой основе с рестораторами. Дружки за деньги. Помогаем им в том, чтобы как-то оптимизировать работу ресторанов. Я вот в области маркетинга, а мои товарищи в области общего менеджмента и HR. Вот такой сложился у нас альянс. Я понял тебя. Ну, с какими сетями, с какими ресторанами двигалось тебе еще подрудиться? Ну, на самом деле в Петербурге вот трудно даже перечислить, скорее можно перечислить, с какими не пришлось работать крупными сетями. Потому что были проекты и с крупной сетью чайных блинных, чайная ложка есть такая у нас история. Были проекты связанные и с шоколадницей. Ну, вот про японские рестораны я уже говорил, собственно. Там я работал директором по маркетингу в «Двух палочках». Ну, сеть баров СПБ, я так понимаю, да? Да, сейчас вот проект был, и сейчас снова есть проект с сетью пивных баров СПБ, тоже первая сетка такая в Петербурге, она похожа чем-то на кружку. Но они уже и в Москве были. А сейчас есть и в Москве, и успешно, в общем, они выступают на вот этой территории экономичных пивных баров. Вот, так что сетевые проекты. Были проекты связанные и с быстрым питанием, такая есть у нас в Петербурге сеть «Фрикадельки». Сейчас у неё произошёл ребрендинг, стала она называться «Маркетплейс». Так сложно. «Фрикадельки»-то получше, мне кажется. Да, да, «Фрикадельки» как-то, что ли, потеплее. Ну да, и запоминает, слушай. Слушай, ну а вот с дорогими ресторанами ты работаешь, или это всё-таки больше такие проекты именно в массовом сегменте, в демократическом сегменте? В основном, конечно, всё-таки идёт работа в среднем сегменте, с сетевыми проектами, поскольку, ну вот там, в таких историях маркетинг становится более такой выделенной функцией, и, конечно, когда компания растёт, возникает необходимость, чтобы централизовывать каким-то образом маркетинговый функционал, есть возможность получать дополнительные бенефиты от эффекта масштаба и, значит, от эффекта бренда. Поэтому здесь, конечно, услуги более востребованные и консультационные, но и с одиночными проектами тоже есть какие-то взаимодействия. Ну, в частности, вот такое мы в своё время открывали. Ресторан «Акварель» был в Петербурге, один из первых ресторанов с кухней «Фьюжн». Это достаточно давний такой проект. Вот мы его там с коллегами с определённой командой запускали. Я отвечал, соответственно, за стартап в области маркетинга, там за нейминг и так далее, за брендинг. В период сотрудничества в компании «Две палочки» там были тоже и другие проекты ресторанные, в том числе такие в премиальном ценовом сегменте. Но, скорее, это такие точечные были задачки. Не очень какие-то глобальные. Слушай, ну давай, вот мы с радиослушателями, раз уж ты товарищ в товариществе и обычно продаёшь свою дружбу за деньги, но вот хотим, раз уж такая у нас оказия, попытать тебя бесплатно в эфире нашей радиостанции. Ну, вполне себе с практической целью. Вот у меня рестораны. И чё-то не то. Я так понимаю, что всё равно многие к тебе обращаются с таким достаточно широким запросом. Вот нам не очень хорошо живётся. Денег нет, прибыли нет, гостей нет. Ты, консультант, такими словами разбрасываешься, как нейминг, брендинг. Сразу хочется тебе поверить, что ты сейчас придёшь, как сделаешь свой брендинг-нейминг, так у нас всё и попрёт. Это мы почему у нас там ничего не продавалось. Потому что у нас велосипеда не было, у нас нейминг не тот. И маркетинг не тот. Вот реально, с чего начать вообще? Вот с чего начать, в какую сторону думать-то вообще? Вот я пока на перепути. Денег нет, гостей нет, прибыли нет, нифига ничего нет. Хочется всего и побольше. Всё дело в маркетинге. Чувствую. Чуйка говорит, маркетинга не хватает. Вот реально, с чего начать? Давай, да. Где копать? На самом деле, когда мы начинаем общение с рестораторами, тех параллельмах, которые есть, я всегда предлагаю взглянуть на точку отсчёта, с чего, в принципе, начинается этот проект, и зачем он вообще нужен ресторатору, кроме прибыли. В чём смысл, в чём идеология, в чём философия вот этой концепции. А без этого никуда? А без этого никуда, на самом деле. Ты знаешь, я однажды, вот расскажите, пример, который для меня, конечно, очень показательный. Я однажды так же беседовал с одним предпринимателем, у них, правда, магазинная сеть в Сибири, и они там что-то, ну, что-то мы тоже там за дружеской беседой обсуждали это, и я там в порыве страсти как-то разговора, беседы нашего дискуссии, я говорю, ну, вот вы скажите, вы что хотите дать рынку? Вот что вы привносите, вот зачем вы пришли, да, что вы можете дать там конечному потребителю, да, для чего вы существуете? На что мне парни такие уже, такие смотрят, таким глазами и говорят, мы вообще-то хотим взять, мы ничего не хотим давать, мы пришли, чтобы взять, понимаешь? И вот это такое, знаешь, олицетворение реально такого российского подхода, когда вопрос, а что ты хочешь дать, люди на тебя смотрят, непонятно, я вообще-то пришёл забрать, а не давать ничего. Да, на самом деле такая история встречается, действительно, но сейчас всё-таки, на мой взгляд, веки немножко приоткрылись, да, как и у российских рестораторов. Я понял, Яш, там надо прерваться на новостную паузу, хорошо? Я пока подумаю. Ты пока подумай, да, правильный ответ, давай, новости. Доброе утро, дорогие друзья, Левицкий Дмитрий, программа «Рестораторы». Рад вас приветствовать ещё раз в гостях у меня сегодня. Яков Пак, Яш, привет ещё раз. Да, спасибо, что приехал к нам из Питера. Действительно, я Яшу знаю достаточно давно, как одного из лучших маркетологов, именно специализирующегося на ресторанном сегменте, и уж там волей случая, или как уж это сложилось, да, видимо, из-за того, что начинал он с маркёра, так маркетолог и стал. На букву М так и остался. Да-да-да-да. Ну так вот, действительно, скажи мне, как часто в твоей практике встречаются люди-рестораторы, которые могут тебе сформулировать, что они хотят дать этому рынку, а не сколько они хотят забрать с этого рынка? Ну, на самом деле, достаточно часто уже сейчас, потому что люди понимать начинают, что для того, чтобы что-то взять, нужно что-то дать. И в этом смысле я всегда пытаюсь донести идею о том, что прибыль в конечном итоге – это лишь следствие вот этого процесса давания, дарения в определённом смысле. И здесь важно осознавать тот факт, что с точки зрения потребителей ресторанных услуг – это в меньшей степени рациональный выбор, а в большей степени выбор эмоциональный. И когда предприниматель-ресторатор это осознаёт, и он начинает задумываться, а какие, собственно, чувства, какие эмоции должен испытывать или может испытать гость от посещения и взаимодействия с ресторанным брендом. Которым занимается ресторатор. И в этом смысле тогда появляются вопросы, касающиеся того, а какая ключевая идея, собственно, вот этого ресторана, вот этой ресторанной концепции, этого бренда. А какие так называемые личностные характеристики вот этого ресторанного бренда? То есть какой он там весёлый, забавный, или там он друг этот бренд. И вот фактически, да, начиная с вопросов, связанных с недостаточной посещаемостью, с недостаточным средним чеком, мы возвращаемся, что называется, к базису. И к этому такой. От настроек. Слушай-ка, ну ведь я тебя, извини, перебиваю, ты очень правильно говоришь вещи, но это даже, мне кажется, не работа маркетолога. Это, ведь маркетолог, наверное, должен донести уже это всё до потребителя, а это я должен сам придумать ещё до того, как я Шипака зову там к себе, нет? Ну, по идее, да. Но, как правило, этого нет, да. А без отсутствия базиса, да, невозможно ничего транслировать. То есть задача, безусловно, маркетолога, или, скажем, в большей степени рекламиста, скажем так, в широком смысле, продвиженца, да, действительно что-то транслировать. Но не абы что, да, а вот, условно говоря, тот базис, да, те базисные вещи, которые продуманы ресторатором, да, выстраданы им. И здесь, собственно, мы возвращаемся к тому вопросу, что маркетинг – это достаточно широкая такая всеобъемлющая вещь, да. Она нам говорит и о продукте в какой-то степени, да, каким должен быть продукт, и о цене, да. Она нам говорит об атмосфере, да, заведения, безусловно. Она говорит нам о том, как и каким образом должны работать сотрудники, да, как должен выстраиваться сервис. То есть фактически на этом этапе маркетолог помогает ресторатору описать и сформулировать так называемый вот маркетинг-микс, да. Маркетинг-микс – это вот, собственно, проявление ресторана в различных его ипостасиях. Слушай, ну, вот ты, ну, все верно, но ты скажи, ведь наверняка, каждый, который тебя приглашает, зачастую имеют в виду, ты скажи мне, вот такая листовка сработает, и все, да, то есть я тебя зову, у меня выручки нет, прибыли нет, вот я думаю акцию провести, вот, не знаю, около метро лучше листовки раздавать или в подъезд засунуть. Давай, вот расскажи мне, как маркетолог, что лучше сработает. Нет? Не так это происходит? Ну, на самом деле нет, на самом деле нет. Все-таки на такие вот тривиальные вещи, да, меня не зовут, потому что это слишком дорого. Вот. Ну, ты как это расцениваешь? Все-таки рынок растет, понимание людей растет, или все-таки, там, ну, ты не общаешься с теми, кто совсем ничего не понимает вообще? На самом деле общаюсь со всеми, и моей задачей, да, является, на первом этапе общения, является необходимость донести до ресторатора вот эту самую мысль, да, что прежде чем заниматься вот такими действительно простыми относительно тактическими вопросами, да, какое, допустим, средство маркетинга и коммуникации более эффективно, да, нужно понять, а что там, собственно, вот в этой рекламной листовке, о чем писать, да, что там изображать. Ну, понятно, до этого, опять-таки, вопрос, в соответствии с тому, а ты кто вообще есть-то, да, концепции. Потому что иначе вот так консалтинг может быть очень таким техническим, да, и нередко рекламная коммуникация, да, она дает краткосрочный эффект, да, когда мы, условно говоря, что-то пушируем, да, толкаем спрос, да, но этот вот пробанный, так называемый, первичный спрос возникающий из-за промо-стимулирования, да, стимулирования, он не возвращается в повторных покупках, да, то есть мы можем привезти гостей, да, но они не задержатся в этом ресторане. Ну да, а это прошло, и вы закончили. Это у меня один раз была такая дискуссия с одним из рестораторов, генеральным директором концепции, и спорт был достаточно такой эмоциональный, да, и в конце концов генеральный директор сказал, ну вы же рекламисты, вы должны продать любое Г, Г, на что я им сказал, да, мы можем продать любое Г, но только один раз. Действительно, потому что если человек под влиянием какой-то маркетинговой коммуникации очаруется, да, образом ресторана, да, тем сообщением, которое ресторан транслирует, да, придет в этот ресторан и столкнется с совершенно другой ситуацией, да, то у потребителя возникнет такое вот научная терминология когнитивный диссонанс, да, разочарование от завышенных ожиданий, да, и чем, так сказать, сильнее вот эта дистанция между ожиданиями и тем, что по факту он получает, да, тем гораздо меньше шансов, конечно, у ресторана удержать этого клиента, удержать этого гостя. И вот чтобы таких ситуаций не случалось, и чтобы маркетинговая коммуникация, реклама, продвижение обещала именно то, что гость в результате получит, да, и нужно заниматься вот базами и вещами. Поэтому если вот этого базиса нет, да, я прямо говорю рестораторам о том, что мы, занимаясь только, допустим, вопросами продвижения, сможем рассчитывать на открытосточный эффект. Если вы хотите, чтобы ваша посещаемость, ваша выручка и ваша прибыль увеличилась только вот на какой-то короткий период, на месяц-два, а потом вы вернёте к своим прежним показателям, мы можем, так сказать, отработать. Но, наверное, это будет не самый эффективный возврат инвестиций в консалтинг. Слушай, ты знаешь, ещё одна ловушка или западня, в которую попадают рестораторы, вот по моему ощущению, это вот пытаясь описать, кто я есть и что я предлагаю, люди пытаются в своём заведении отразить максимум ожиданий своих покупателей, да, и возникает эта история, да, и пицца, суши, кальяна, дискотека, и всё в одном месте, и каждый раз там на вопрос, там, вот зачем вы это делаете, гости спрашивают, гости хотят, да, гости же это там, ну, вот это им нравится, и я даже не потому, что я там хочу, там, что-то там заработать, но я хочу гостям своим угодить, да, по большому счёту. Это как мне вчера один мой хороший друг привёл пример, что он был в каком-то городе, сейчас я не буду врать, замечательную концепцию встретил, называется «Кофе и лосось». То есть, это такая чёткая позиционирование, да, вот кофейня и суши с лососями, чтобы чётко было понятно, что у нас есть и то, и это. Вот где граница попытки угодить гостю, да, и отсечь ненужное, и риск отсечь всё-таки нужное, да, из-за чего гости приходят и говорят, а у вас нет суши с лососем, так я разворачиваюсь и ухожу, извините меня, напротив. Ну, здесь совершенно понятно, что, как говорил Казима Прутков, нельзя обнять необъятное, да, и, безусловно, я всегда говорю о том, что вы должны выбрать то направление, в котором вы способны быть лучшими, лучшими по сравнению с другими операторами, да, и поэтому мы, допустим, вот когда занимаемся вот стратегическими вопросами, да, мы всегда делаем с командой рестораторов кейс, касающийся преимуществ их компании, потому что одно дело то, что имеет перспективу рыночную на рынке, а совсем другое дело, сможет ли существующая команда, существующая компания освоить вот эту перспективу, да, или у неё может быть другой путь, потому что перспектив и возможностей на рынке бесконечное множество, да, вот часто спрашивают, а вот как вы считаете, рынок, там, кофейн насыщен, да, или рынок кондитерских насыщен, или рынок, там, чего-то ещё насыщен, это понятие очень растяжимое, понятие рынка, потому что появление каких-то новых форматов, да, оно сразу же даёт такой толчок рынку, что он может там вырасти в два раза, да, ну, допустим, вот рынок кофейн, да, такой вот, недавно на одной из конференций задавали мне вопрос, да, много говорится о том, что он насыщен, да, что остались одни сети, что нет места для новых игроков, да, ну, вот, например, появляются форматы, да, так называемые, мобильных кофейн, да, кофемобильчиков таких, и всё, и сразу же перспектива рынка, да, его рыночный потенциал этого сегмента, он вырастает в разы, потому что такой формат, да, он может существовать в спальных районах, у станции метро и так далее. Это, я поясню, да, это маленькие автомобильчики, которых, да, ты можешь... Да, переоборудован под такую мобильную кофейню, да, такой кофемашина, ты подходишь, и можешь углометроваться с машины получить чашку эспрессо. Да, и получается, что вот этот сегмент, да, take and go, который всегда в России был таким проблематичным, да, потому что в трит-ритейловских кофейнях не очень люди любили брать кофе на вынос, да. Погода такая. Да, погода такая. Но вот эти форматы, они вот и в Москве появляются, и очень активно они развиваются. На Украине, например, ну, на Западе, понятное дело, что оттуда вся эта история приехала. Вот, и здесь получается, что у рынка открывается новая перспектива, да, благодаря изменению, да, и вводу вот нового формата. Вот, поэтому тут действительно компания должна посмотреть на свои ресурсы, да, понять, чем ей нравится заниматься, чем ей близко, и понять, в чем она может быть лучшей. Хорошо, спасибо большое. Новостной блог, и после этого мы продолжим с тобой разговор. Доброе утро. Левицкий и Дмитрий, программа «Рестораторы». Говорим сегодня про маркетинговую составляющую в нашей с вами работе, дорогие мои рестораторы. И слава богу, Яков Пак, наш товарищ по маркетингу, встал сегодня рано, чтобы с вами тоже побеседовать. Итак, то есть я перед тем, когда я начинаю там свое развитие, как и рестораны, раскрутки, да, я должен еще раз посмотреть вглубь себя и понять, что же я хочу делать, да. Если я там ставлю себе там суши, там с лососем, пиццу, там и все такое прочее, я должен четко осознавать, что все это сделать лучше, чем другие, я не могу, да, поэтому лучше я ставлю что-нибудь одно, но буду делать там, да, соответственно, лучше, чем все остальные, и все будут знать, что я вот такой. Придется сфокусироваться. Сфокусироваться, да. Итак, я там промедитировал, сфокусировался на чем-то. Что дальше? Что дальше делаем? Ну вот, сфокусировался. Ну а дальше надо работать. Ой, елки-палки, я думал, все, блин, нет, тут надо работать дальше. Так, но мы, конечно, с тобой это проскочили, тему, понятно, что эта фокусировка, она же делается даже не столько, она зачастую, почему так сложна? Потому что она зачастую требует переделки внутри многих процессов, да, это я могу сказать, Яша, окей, я буду делать лучшие суши с лососем, иди рекламируй. Но дальше мне нужно теперь сидеть и думать, как же я буду делать лучшие суши с лососем, да, во всем городе, где я буду брать лососи, как я буду учить людей, и сколько мне смену понадобится поваров, чтобы эти суши с лососем действительно были, выдавались быстро и правильно, учитывая, что завтра все будут заказывать суши с лососем, то есть это серьезная реорганизационная работа, вполне возможно, за этим идет. Совершенно верно. И на этом этапе вот необходимо действительно увязать вот так называемые элементы маркетинг-микса, да, твою продуктовую политику, твою ценовую политику, твое продвижение, твою работу с персоналом, с сотрудниками, между собой, да, для того, чтобы получилась гармоничная картинка, да, чтобы, входя, если мы специализируемся на суши, да, гость, входя в заведение, сразу увидел перед собой суши-бар, да, а не станцию пиццы, например, да, или там кофеварку, да, то есть здесь, безусловно, задача создать здесь такую вот гармоничную концепцию, да, объединенную вот этой одной ключевой идеей, вот. А после этого уже можно продвигать, после этого можно продвигать. И основной показатель эффективности работы концепции заключается в, скажем так, в большом проценте вот этих повторных покупок, в большом проценте возвращения клиентов, в проценте, так называемое, их удержания, да, если у тебя из года в год удерживается большая часть клиентов, порядка, там, 80%, то это очень хороший показатель. Это значит, что гости, приходя в твой ресторан, находят именно то, зачем они, собственно, шли по твоему рекламному, там, объявлению, предположим, да, по твоему рекламному ключевому сообщению, да, и, соответственно, находясь в своем ресторане, они разочаровываются, а получают именно те выгоды, да, которые бывают рациональными, да, скажем, продукты продаются по тем ценам, которые они ожидали, да, и эмоциональные, да, то есть ту атмосферу, да, которую они считали в твоем ключевом сообщении, вот. То есть если, условно говоря, ты заявляешь, что у тебя веселый там какой-то бар, да, и потребители приходят туда и действительно видят, что там атмосфера веселья, то большие шансы, что они придут туда вновь. А если эта атмосфера веселья они не ощущают, или она какая-то достаточно формальная, да, то шансов, что они вернутся, очень мало. Только если нет какой-то другой альтернативы, да, которая вот предлагает эту ценность, допустим, какой-то фанат. Я помню тебя, слушай-ка, ну, а давай вот мы действительно в практичную плоскость переведем вот наш такой разговор. Вот из твоих примеров работы можешь, ну, вот рассказать, как это на самом деле происходило, и какие вот примеры есть вот таких самоопределений компаний, ну, с которыми тебе доводилось там, да, как-то вот работать, где очищали там, да, зерна от плевел, ну, просто чтобы было понятнее слушателям, может быть, не столь продвинутым маркетинговым всем этом, да, тураже. Ну, скажем так, наверное, вот можно привести пример, да, с ресторанами, там, японской кухни, да, которых достаточно много, много разных концепций, и все они как-то конкурируют между собой, да, и мы понимаем, что гости делают выбор не только на основании продукта и цены, да, потому что примерно одинаковые цены, примерно одинаковые продуктовые предложения, да, значит, их выбор обусловлен какими-то другими вещами, какими-то чувствами и эмоциями. И вот здесь важно занять определенную эмоциональную территорию. И для того проекта, которому я посвятил достаточно много времени... Ну, про две палочки мы говорим, да, сеть, две палочки. Там основной задачей, собственно, маркетинга и было формирование вот этой эмоциональной взаимосвязи, основанной на определенных ценностях бренда, да, основанных на определенном языке бренда. А основной ценностью вот этой истории, да, была свобода, да, и с этим был связан образ бренда, да, две такие птички летящие, с этим было связано и оформление там атмосферы интерьеров ресторана, да. Ну, например, приведи пример тем, кто... На экранах, вот, допустим, там все время с момента открытия транслируется такой замечательный фильм путешествия за птицами, да, где они летят и так далее. Там всякие разные забавные вещи, связанные с тем, что ты заходишь в туалет, у тебя в одной кабинетике там два унитаза, да, то есть стимулируется какой-то выбор, да, какая-то альтернатива. И фактически... Это как-то с путешествиями тоже связано. В том смысле, что это символизирует выбор как основное качество свободы, как ценности, да, что у тебя он есть, да. Там какие-то табло, например, такие фантазийные, со всякими разными рейсами меняются. У официантов на спинах различные всякие забавные надписи, да, которые раскрывают их индивидуальную какую-то сущность. И вот всякие разные вот эти вот фишки, да, они идут в какой-то одной струе, да. И таким образом потребитель понимает, что придя в ресторан две палочки, они получат не только там японскую кухню, да, по средним, условно говоря, ценам, да, которые будут им по карману, но они получат вот атмосферу какого-то фана, да, какого-то заряда и атмосферу раскрепощенности и свободы. И в этом... И получается, что те люди, для которых это действительно ценно, выбирают этот бренд, да, а те люди, у которых ценности другие и другие установки, они его отвергают по этим же самым причинам. И вот это и есть фокусировка на определенных эмоциях, да. То есть они выбирают какой-то другой путь. Ну и надо сказать о том, что в смысле вот нацеленности на определенную аудиторию мы должны также понимать не только такие тривиальные, рациональные параметры для себя, как возраст, там, доход и прочее, и прочее, а скорее параметры так называемые психографические. То есть понимать, на какой аудитории, на какой профиль людей, на какие ценности мы ориентируемся, да, либо это инноваторы, экспериментаторы, да, либо это консерваторы, да, вот. И именно на основании вот этих ценностей люди между собой и делятся, и группируются, да, признавая одних людей и одни бренды своими, а других людей и другие, и их бренды чужими, вот. Слушай, ну ты рассказываешь, то ли рассказываешь сложно, то ли это действительно сложная штука. Вот простого, мне кажется, человеку это непросто сделать самому. Ну, в этом смысле, да, получается, что вот если рассматривать конкуренцию между ресторанами, здесь японскими приведу пример, то гости, выбирающие две палочки, да, выбирают определенное, как бы, сообщество, да, в котором будет комфортно, потому что это сообщество ориентировано на определенную вот дорогу, на определенный лайфстайл, стиль жизни, да, а у гостей в Тануки или в Якитории он другой несколько, и люди за другими туда приходят. Вот, скажем так, мотивация посещения ресторанов под брендные палочки связана с тем, что люди хотят, там, повеселиться, да, получить какие-то позитивные эмоции, связанные с фаном, да, посмеяться, там, вот, забавным надписьм официантов, да, посмеяться каким-то забавным, там, открыткам, которые там распространяются смешным. А посещая Тануки, да, они, допустим, приобретают экзотику какую-то, да, они приобретают, словно говоря, как мы это называем, путешествие в Японию, да. Совершенно другая мотивация, совершенно разная. При том, что продукты и цены абсолютно одинаковые. Да, ведь, наверное, покупатель не всегда, потребитель не всегда даже это осознает, да. Конечно. То есть, он как бы, он это все на подсознательном уровне происходит, что какой-то бренд мне нравится больше, какой-то нравится меньше, и на вопрос, там, наверное, спросить человека, который, почему ты ходишь там в две палочки, он говорит, ну, там лучше суши. А на самом деле нифига подобного, на самом деле он выбирает больше атмосферу, а не это, да, и такие прямые вопросы могут и не дать, там, правильного ответа. Прямые вопросы не дают, да, и когда мы исследуем вот эти вот вещи, да, то используются специальные техники, так называемые, проективные, да. Когда человек... Слушай, все, сейчас ты, мне кажется, убьешь нас просто. Нет, ну, ты интересно рассказываешь, но это, как бы, я смогу завтра сделать сам-то, или мне нужно... Сомнеть, только меня можно позвать. Не надо мне тогда об этом рассказывать. Расскажи мне то, что я сам могу сделать. Вот это будет ценно. Важно действительно осознать, что выбор твоего ресторана происходит не только на рациональной основе, но и на иррациональной. И важно понять, какую действительно атмосферу, какие чувства переполняют тебя и какими... твой ресторан, да, твою концепцию. И какими чувствами, соответственно, ты готов поделиться вот с аудиторией. Аудиторией. Я понял тебя. Слушай, мне надо тоже подумать о многом. Я получил бесплатных пару товарищеских советов для своего бизнеса. Слушай, ну, хорошо, давай, вот я сам определился. Все, вот я решил. Вот мы там, значит, надо работать. Хорошо. Ну, вот, хорошо, вот я запускаю ресторан. Давай так начнем, да. Какие есть там каналы коммуникации, говорят, твоим профессиональным языком? Как мне достучаться, да? Вот я почтовый ящик открываю, у меня 682 там рекламных объявления. Имеет смысл запихивать 683-е? Или вообще уже каналы не работают? Нужно ли мне билборды там по всему району, да? Или мне надо в интернете сейчас сосредоточиться? Или мне надо раздеться до гола и снять себя на YouTube там, да, и с плакатом приходите ко мне, и это даст там больше эффекта? Куда мне вкладывать там, да? Журналы постоянно звонят, говорят, давайте в наш журнал рекламу. Это лучшая рекламная площадка. Давай, расскажи вот про это реально. Куда вкладывать свои бабки? Здесь надо различать, да, вопрос, как бы, контента, да, то есть из чего состоит, что мы говорим в рекламных сообщениях. Мой контент очень просто. Ура, я открылся. Вот, здесь... Я хочу счастливить город с замечательной новостью. Получается, что в этом смысле мы получим, гость, адресат в своем почтовом ящике, да, или в своем имейл ящике видит 682 одинаковых сообщений. Ура, мы открылись, да? Нет никакой дифференциации, да? Соответственно, все... Моя бумажка дороже. Все эти сообщения, да, идут в мусорную корзину без разбора. Поэтому контент должен быть, безусловно, оригинальным, да, для того, чтобы... Потому что фактически это борьба за внимание аудитории. Вот как с оригинальной... 682 человека до меня оригинальничали, как мне с оригинальной... 683 по счету, чтобы это было оригинально? Вот, ну, здесь, значит, надо сделать то и преподать свой продукт так, как этого раньше не было. Ну, приведи какие-нибудь примеры, хоть о чем мы говорим, чтобы это была действительно не теоретическая история, а опять-таки хоть какая-то практическая. Ну, вот сейчас я закончу эту мысль, да? Ну, давай-давай. В том смысле, что этого еще недостаточно, чтобы сделать не так, как было. Нужно еще сделать это в ключе своей собственной концепции. Опять же, для того, чтобы оправдать дальнейшие ожидания гостей. Но вот, в частности, мы в свое время делали проект для такого заведения в формате Asian Buffett она работает. Основной продукт там Takeaway Sushi и Takeaway Vogue, еда в коробочках. И, в принципе, вот эта категория недавно начала достаточно активно развиваться у нас в России. Вот. И мы сделали оригинальный достаточно промоушен. Не запустили там промоутеров, да, которые раздают листовки, которых много вот из области одинаковых рекламных сообщений по своей форме, и которые никому не интересны, и гости, люди стремятся, так сказать, чаще избегать контактов, да? Мы сделали таких мэнбоксов, поскольку исследования выявили, что сама коробочка и сама вот еда, помещенная в коробочку по формату, является таким эмоциональным сильным драйвером, поскольку... Стоп! Сохраним интригу. Новости. И после новостей расскажешь про эмоциональный драйвер в коробочке. Доброе утро! Левицкий Дмитрий Яков Пак в студии нашей программы «Рестораторы». Говорим о маркетинге ресторанном, о полном понимании себя, о том, что мы несем в этот мир прекрасного, светлого и чистого, результатом чего является прибыль, которую мы получаем. Закончили на акции, которую ты рассказывал про раскрутки азиатской еды, тейк-эвэй, коробочек с разной едой, и что... Так, давай, да, эмоциональный. Так, вопрос о оригинальной форме, да? Соответственно, стояла задача, чтобы сделать этого промоутера оригинальным. И донести образ самой концепции. Поэтому сами промоутеры превратились в таких мэн-боксов. Когда голова у промоутера была спрятана в такую коробку, да? И само рекламное сообщение не нужно было раздавать, потому что люди брали его сами. А каким образом этого удалось добиться? Вот этот костюм, собственно, промоутера, он был весь утыкан на липучках маленькими коробочками. И фактически срабатывал вирусный эффект. То есть один человек подходил, хватал эту коробочку, и она отцеплялась от тела промоутера. И тут же сразу же другие проходящие люди, видя такую оригинальную механику, они набрасывались на этого промоутера и буквально обдирали его как липку за несколько минут. Таким образом расходились рекламные сообщения. И сама форма рекламного сообщения уже свидетельствовала о концепции вот этого заведения. Получается, что мы благодаря оригинальной подаче, оригинального формата вызвали интерес у аудитории. Контакт с рекламным сообщением был желанным со стороны аудитории. И кроме всего прочего, тот контент, который мы распространяли, он был абсолютно консистентен, абсолютно соответствовал концепции ресторана. Ну, в данном случае предприятие, честное питание. Получается, люди брали коробочку с собой. Да, брали коробочку с собой, четко понимали, о чем идет речь, понимали, зачем они ее берут, собственно. И отсюда и результат был достаточно хороший. И посещаемость резко выросла в этом заведении. Выросла и выручка, безусловно. Ну вот, а дальнейшие истории, так сказать, связанные с удержанием, это уже другая история. Расскажи еще про акцию. Я помню, как раз в Двух палочек была какая-то интересная история по поводу варежек, каких-то палочек, по поводу рекламы в подъездах, которая всех достала, и, собственно говоря, своих подъездов и так далее. Вы что-то такое тоже оригинальное придумывали, я помню, да, чтобы донести информационные сообщения для потенциальных гостей. Да, была такая история. В подъездах распространялись такие вот варежки, в которые вкладывалась одна палочка. То есть это как бы на присоске на дверь вешалось, или как это было? Да, вешалось в подъезде, у лифтов, вот такая история. Вот такая варежка, да, в нее кладываются флайерсы. Там был такой контент интересный от имени варежки, да, с просьбой отнести в ресторан две палочки, который открылся неподалеку, да, потому что этим вот двум палочкам необходимо быть вместе, да. Вот. Ну, такой оригинальный по формату обращение, да. И в то же время здесь получается такая ассоциативная связь, да, две палочки, две варежки, вот такая пара, и коммуникативное предназначение ресторана, который в своих стенах, да, объединяет фактически людей. Вот. Ну, такой месседж достаточно прозрачный и адекватный для того формата. Плюс, безусловно, как бы фановый язык, да, язык фана, на котором бренд разговаривает с людьми, да, и тем самым он транслирует вот свою атмосферу, да, в этой рекламной коммуникации. То есть люди понимают, что имидж у этого бренда достаточно веселый, достаточно прикольный, да, и, значит, скорее всего, при посещении этого ресторана им будет так же весело, хорошо и прикольно. Ну, порой действительно меня там умиляют те же самые раздаточки листовок у метро, да, когда, ну, вот мы там, допустим, на Новослободске, наше первое заведение, куклы-пистолеты, да, и выходит же из Новослободска, ну, целый ряд стоит, да, ну, кто-то там какой-то, отдел на себя какие-то там доски, щиты эти, да, и с ними ходят кто-то еще. И больше всего умиляет, когда дорогие рестораны, ну, достаточно дорогие, да, используют такой дешевый вроде коммуникацию, и ты видишь какую-нибудь там совершенно неопрятного вида там женщину или парня или что-то, который всем своим видом, ну, никак не это, да, какую-то листовку тебе дает, и ты вроде головой-то понимаешь, что он не имеет отношения к ресторану, он всего лишь промоутер, но как ни крути, он же олицетворяет в этот момент бренд. Конечно, да, конечно. И в этом смысле вот форма и содержание маркетинговой, маркетинговой, вот рекламной коммуникации, оно должно абсолютно быть консистентным тому имиджу ресторана, имиджу бренда ресторана, который хочется, собственно, продвигать, да, иначе вот возникает вот такое вот противоречие, да, то есть в таком формате, да, возврат инвестиций вот в каждую розданную листовку таким промоутером, он будет ничтожный, да, и в этом смысле нельзя делать вывод о том, что, допустим, раздача листовок неэффективна, да, просто она неправильно была сделана, да, неправильно использование это средство рекламы, да, условно говоря, чтобы снять клемму аккумулятора, нужен ключ на 10, а если мы будем пытаться ключ на 15 применить, то мы не открутим эту гайку. Но это не значит, что гаечные ключи не подходят для этого дела. Слушай, скажи мне вот еще какую вещь. Наверняка часто там предлагая какие-то свои там, да, идеи, акции, раскрутки и так далее, сталкиваются с тем, что все равно у наших людей, у российских там, да, предпринимателей, у менеджеров, есть такое устойчивое предубеждение, что скидки решают все, все, наш народ любит халяву, надо что-то предложить на халяву, и тогда люди наши придут, да, вот я, честно говоря, постоянно с этим сталкиваюсь, да, и даже и мои менеджеры, да, постоянно там, когда мы рассуждаем про привлечение там покупателей, гостей, потребителей, да, давай предложим халяву, да, ну, я как бы противник этих мер, но, может быть, чисто больше интуитивно, нежели по-научному. Сейчас ты мою теорию либо подтвердишь, либо опровергнешь, вот что ты думаешь, наверняка ты не раз тоже с этой темой встречался, да, что вот предложить что-нибудь халявное, и все получится. Ну, на самом деле, самым красновечивым примером, скажем так, неэффективности вот этого подхода являются сайты-купонаторы, да, которые вот сейчас получили широкое распространение здесь у нас в России, но поскольку мы идем степ-бай-степ за западными техниками и методиками, то если посмотреть на западный опыт, то в этом смысле там вся эта история уже начинает сдуваться. Почему? Потому что человек, который приходит, да, мотивированный скидками на цену, его лояльность очень кратковременная. То есть, грубо говоря, его лояльность существует ровно до того момента, пока есть скидки. Как только они прекращаются, на его лояльность, на лояльность такого гостя можно ставить крест. Это не конвертируется в долгосрочную привязанность, потому что, чтобы обеспечить долгосрочную привязанность, нужно влюбить в себя гостя. А здесь получается любовь за деньги. Когда мы, до тех пор, пока мы дарим ему деньги в размере этой скидки, любовь есть. То есть, как только мы перестаем дарить эти деньги гостю, этой любви, собственно, нет. И он выбирает ресторан, которому он больше привязан. Вот и все. Ну, так история же такая, да, что, словно говоря, мы там даем скидки 50%, нагнали 100 человек, там 15 из них осталось, ну и слава богу. А в том-то и вопрос, что вот остается даже не 15, а, скорее всего, там один в лучшем случае. Потому что эти предложения фактически адресованы тем людям, которые не ценят больше ничего, кроме, собственно, скидки. Значит, они будут все время находиться в поисках вот этих скидок и реагировать на предложения конкурентов. То есть, им все равно фактически, какой ресторан посещать. Главное, чтобы это было дешевле. Ну, соответственно, мы и получим этих гостей ровно на тот момент, пока мы предлагаем дешевле. И в этом смысле вот рассчитывать на конверсию этого трафика дисконтного. Конверсия дисконтного трафика. Сейчас ты его убил, боюсь, там часть наших слушателей просто своей формулировкой. Ну, то, что эти гости останутся, короче говоря. Если эти гости останутся и будут покупать по стопроцентной цене, это, в общем, утопия. И на Западе это давно, в общем, поняли. Не только рестораторы, но и другие предприятия, там, сфера услуг, салоны красоты и прочее, и прочее. И, в общем, по большому счёту, ну, вот это средство краткосрочного какого-то стимулирования. Глубо говоря, если мы находимся в низком какой-то фазе сезонности, мы можем на этот период простимулировать. Ну, или тебе надо прогнать какое-то количество продуктов. Совершенно верно. На стоковые программы, да, для того, чтобы рассосать запас какой-то продукции. Это хороший коммуникативный ресурс. Всего лишь, да, это есть смысл делать для того, чтобы, там, компенсировать каким-то образом, покрыть постоянные затраты, которые у нас и так, и так есть. Это можно делать для каких-то мёртвых часов, да, когда у нас официанты стоят в поле, да, на поляне, получают за это какие-то свои почасовые деньги, а гостей нет, да. Ну, мы можем, конечно, такие вещи применять. Ну, счастливые часы или что-то в этом роде. То, что обычно рестораторы и делают там в мёртвое время. Да, то есть это исключительно, что называется, медицина, как это, местный наркоз, что называется, да. Но рассчитывая, что за счёт скидок мы можем какой-то вот долгосрочный трафик сформировать, да, долгосрочную лояльность или посещаемость, это абсолютная, конечно, утопь. Ага. Я понял тебя. Слушай, ну и напоследок, буквально минутка у нас с тобой остаётся. Что ты думаешь про интернет и сегодняшние возможности вот, да, сетевого маркетинга, используете ли вы это у себя? И действительно ли ты, как многие там аналитики говорят о том, что сегодня там социальные сети YouTube – это наилучший инструмент маркетинга, и вообще там, да, надо всё бросать, только этим и заниматься? Ну, я бы так не сказал. Это, конечно, только один из инструментов, да. Один из инструментов, и в основном это пространство эффективно используется для общения со своими гостями. Сейчас есть технологии, которые позволяют агрегировать вот это общение на одной площадке и социальные сети, и какие-то форумы, и отзывы на сайте. И благодаря вот этому общению, да, благодаря оперативной обратной связи мы можем более эффективно удерживать наших гостей, да, и формировать лучший имидж. С точки зрения вот продвижения конкретных каких-то программ, да, рекламы в классическом понимании, наверное, это не самое удачное пространство, потому что люди, интернет-пользователи, да, они не хотят там видеть рекламу, не хотят сталкиваться с рекламой в социальных сетях. Вот. А вот как площадка для общения, это очень неплохое пространство. Окей, хорошо, спасибо большое. Яш, спасибо, что приехал к нам из Питера. Тем глобальной, наверное, еще куча всего можно нам про этому поводу сказать, так что надеюсь, что не последний раз у нас в гостях. Программа «Рестораторы» была в эфире. Финам-ФМ, Левицкий Дмитрий. Всем пока, услышимся через вторник.